Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всекитая. Сегодня у нас будет мини-маленький обзор огромной, большой, механической клавиатуры игровой. И знаете, это не просто клавиатура, это клавиатура Луи Суареса! Да, вот так вот, друзья. Кто знает, кто это, пишите в комментариях, потому что я был очень сильно удивлен, что Луи Суарес и Тронсмарт. Луи Суарес и Тронсмарт, китайская фирма и игрок футбольного клуба Барселона. Очень интересно, да, потому что Луи Суарес это как бы лицо компании, бренда Тронсмарт. Да, я был очень сильно удивлен. Ну что ж, сегодня у нас интересная RGB клавиатура, поэтому садимся поудобнее и поехали! И, кстати, друзья, данную клавиатуру мне предоставил интернет-магазин фишки.io, так что ссылочка будет в описании. Ну что ж, первое, с чего мы начнем, это сборка, потому что клавиатура огромная, как бы, игровая. И, знаете, она выполнена полностью из пластика. И многие скажут, Димон, они все выполнены из пластика. Да, я в целом согласен. Но, знаете, сборка здесь средняя, не самая крутая, потому что что-то немножко скрипит, что-то немножко люфтит, если честно, потому что вот так вот ставим клавиатуру, начинаем хорошенько так нажимать, играть, грубо говоря, есть небольшие скрипы, пластика. Ну что тут сказать, это бюджетная, относительно игровая, механическая клавиатура, да еще и с RGB-подсветкой. Также отметим, что она довольно-таки больших размеров, как по мне, это многовато. Но, помимо этого, снизу у нас есть резиновые ножки, то есть вы поставили клавиатуру, и все обалденно, она никуда вообще не денется. А также есть две дополнительные, понятное дело, ножки, с помощью которых можно поднять нашу клавиатуру. Все это делается вот так вот, и они тоже очень даже хорошо прорезинены. Но больше всего мне понравилось то, что снизу данной клавиатуры есть офигенные каналы для прокладки кабеля. Да, возможно, это кому-то пригодится, возможно, нет, но такая фишка есть. Ну что ж, данной клавиатурой, друзья, я уже пользуюсь целую неделю. Но, кто меня очень давно смотрит, тот знает, что у меня есть интересная клавиатура, тоже механическая, но от компании Xiaomi. Да, вот она, маленькая, компактная алюминиевая клавиатура от компании Xiaomi, которой я уже пользуюсь почти один год. И с ней все хорошо, к ней претензий вообще нет. И знаете, что хотелось бы отметить? То, что компания TronSmart как бы выпускает данную клавиатуру в четырех вариантах свечей. У меня это синие свечи, но три остальные варианта я, по крайней мере, сейчас на рынке вообще не вижу. Но, знаете, что компания TronSmart даже на упаковке указала, что вот у нас здесь есть еще варианты. Что кому больше нравится, то и покупаем. Итак, моя версия получила синие свечи. И знаете, да, они прикольные, да, они интересные, но что мне больше всего не нравится, это то, что синие свечи имеют очень хороший клик. Когда я нажимаю, есть хруст, вот такой небольшой хруст, да, это клик. И она капец какая громкая, вы просто послушайте. Итак, вот компания, компания, вот клавиатура от компании Xiaomi, рядышком. Итак, вот она, механическая клавиатура от компании TronSmart. Да, это синие свечи, да, они громкие, но есть хороший клик. Многим это понравится. Но моя клавиатура от компании Xiaomi имеет красные свечи. И знаете, я пользуюсь год, и у меня здесь красные свечи. Да, кому-то они понравятся, кому-то нет, но самое главное, что они не имеют этого клика. То есть она более-менее тихая, вот. Как по мне, это тихо, потому что в основном все механические клавиатуры капец какие громкие. А также отметил, что синие свечи, друзья, прикольны тем, что нужно полностью нажимать на кнопку. Ты все чувствуешь, все офигенно. Печатать, конечно же, на данной клавиатуре очень хорошо. Ты хорошо тактильно ощущаешь все кнопки. Да, это хороший плюс. Вот, к сожалению, на красных свечах такого нет, но зато вам не нужно полностью нажимать на кнопку. Потому что на синих свечах нужно полностью нажать, а вот на красных буквально чуть-чуть и все, у вас все срабатывает. Ну что же, как вы понимаете, выбор свечей это сугубо личное мнение. Кому-то нравятся белые, черные, красные, коричневые, синие. Грубо говоря, каждый выбирает для себя, что ему больше нравится. Мне лично красные, кому-то понравятся синие. И в целом клавиатуры, конечно же, претензий нет. Но это же не просто механическая клавиатура. Это RGB клавиатура. То есть тут светится все, что только может. Потому что это, грубо говоря, елка от компании TronSmart, которая светится, мерцает. Все очень красиво и обалденно. Поэтому тут все можно настроить под себя. Начнем с того, что светится логотип и боковые грани. А также все это чудо можно отключить отдельно от всей клавиатуры. Ну что ж, по умолчанию клавиатура имеет 10 режимов подсветки. Все это чудо меняется с помощью сочетаний клавиш Fn плюс F5. И да, на F5 у нас сохранено целых 5 режимов. А также на F6 у нас тоже есть 5 режимов. Грубо говоря, в сумме у нас целых 10 режимов. А также эти 10 режимов можно немножко кастомизировать, увеличивая или уменьшая скорость анимации подсветки. Ну что ж, если вы думали, что это все, то нифига подобного. Потому что можно скачать официальную программу TronSmart на ПК. И с помощью данной программы вы полностью сможете кастомизировать данную клавиатуру. То есть как угодно настроить подсветку лично под себя. Все, что вам больше нравится. Если вы не хотите заморачиваться, что-то там делать под себя, то есть уже готовые варианты. Причем этих вариантов много. И все они прикольные. То есть даже есть для контры, для доты, для танков. То есть там все можно выбрать под себя. Но если вам не нравятся готовые пресеты, и вы хотите просто сделать под себя, то у вас есть целых 3 кнопки для сохранения. Да, это F10, F11 и F12. На эти 3 кнопки вы сможете спокойно сохранить свои варианты, которые вы сделали. Грубо говоря, друзья, данную клавиатуру вы сможете просто обалденно прокачать и сделать с нее просто елочку, а не клавиатуру. Ну что ж, друзья, вот такая вот сегодня у нас была клавиатура на обзоре. Надеюсь, данное видео вам понравилось, и вы мне как всегда поддержите лайками и комментариями. Покупать данное чудо или нет, конечно же, решать только вам. А также еще раз напомню, что данное чудо предоставил мне интернет-магазин фишки.ю, а ссылочка в описании. Ну что ж, с вами был Димон, канал Всю Китай. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok